Вот мы живем, мы живем. И давайте определимся, для чего мы живем и благодаря чему мы живем. Ну, первоначально мы живем, потому что мы хотим жить. Это хорошая тема. Если мы будем верить Богу, это еще более лучшая тема. А потом начинаются другие вещи. То есть человек не может жить без еды. Пункт номер один. Еда – это первая часть нашей жизни. Пункт номер два. Человек не может жить без войны. Я противник войны как таковой. Неужели сложно просто договориться о чем-то? Человек не может жить без одежды. Человек не может жить без электричества. Человек не может жить без медицины, естественно. Только вот все это дело, к чему завязано то? На протяжении последних ста лет что в нашей жизни появилось? Ну, сто лет это, я еще вам говорю, интересный вариант. Потому что холодильники у нас появились только после Второй мировой войны. А до этого у нас не было холодильников. Не слышали? А зря. Я вам всем говорю, вы заедете в Ленинский район города Магнитогорска. Ну, или, кстати, можно даже в Правобережном районе города Магнитогорска найти те самые подвалы. Потому что раньше в подвале, а в подвале температура всегда была, естественно, ниже, чем окружающая среда. Все хранилось гораздо более дольше. Другой вариант. Где вы храните картошку? Тоже в подвалах, без света, естественно. То бишь, вот так мы и жили. А сегодня, сейчас мы завязаны вокруг электричества. Потому что не будет электричества, не будет у вас оружия. Не будет электричества, не сможете вы сделать антибиотики и все остальное. Не будет электричества, вы вряд ли что-то сможете приготовить надолго. То есть мы говорим об электричестве. И даже если бы мы не говорили об электричестве, вы вряд ли бы смогли ездить на машинах. Потому что в машинах это большая часть электрической составляющей. Свечки чем зажигаются? Электроимпульсами? Да-да-да, дорогие мои. Если бы не было электричества, в вашу машину просто бы не поехали. И возникает вопрос, насколько все это дело безгранично. Так вот, 100% это все не безгранично. Потому что даже если это генераторы, то рано или поздно щетки истираются, и вам необходимо будет все это дело поменять. Если мы говорим про освещение, то рано или поздно даже светодиодные прожектора также ломаются. Это все не бесконечно. Это все далеко не бесконечно. А мы вам поговорим, насколько это сложно работать, если у вас есть то самое качественное место, обслуживание вашего электричества. Что это такое? Это электросила. Здесь на Калсомольской 17, на вокзале 5. Вы покупаете товар в электросиле. Насколько это сложно для вас? Нет, очень просто. Очень легко. Очень доступно. А скажите, пожалуйста, вот вы сюда часто приходите? Иногда прихожу. А вопрос такой. Сложно ли вам покупать электричество здесь, в электросиле? Почему? Ничего не сложно. Спокойно, ровно, да? И недорого. Нормально. То есть жить можно с ними, да? Можно, да. Хорошо, удобно. Недалеко от дома. Сложно ли покупать товар в электросиле? Нет, не сложно. То есть можно? Да, да, можно. То есть вы товар покупаете здесь постоянно? Да. И нравится? Хорошо. Вам сложно здесь находиться или это вам нравится? Да нет, удобный магазин. Удобный магазин, да? То есть мы говорим, что можно брать и в принципе не попадать там в этой идее. Ну, да, наверное. Я беру так по мелочи. Но все равно приятно, да? Ну да. Побега далеко не приходится. Да, рядом с домом. Мы сюда заходим в электросил. Вас тут ценники пугают или нет? Нет, нормальный ценник есть. Нормальный, да? Нормальный ценник. Меня интересует, вам сложно ли покупать товар в электросиле или нет? Да нет, я первый раз. Но ценники интересные? Интересно, да, сейчас пройдусь, я еще посмотрю. Сложно приходить сюда? Нет. А нравится? Да. Вопрос такой, вы сюда частый гость? Да. Вопрос, сложно ли вам сюда приходить и покупать товар? Нет. Нормально, да? Да. А насколько это хорошо, когда вы покупаете товар здесь? Удобно. Удобно, да? Вопрос просто интересный. Вы когда сюда приходите, какие-то у вас цены, возникают проблемы с ними? Никаких цен. Никаких проблем, да? Никаких проблем. То есть нравится, да, магазин? Да, я сюда не первый раз приезжаю. Так вот, электричество не может стоить дорого. Оно не должно стоить дорого. Оно должно приносить вам удовольствие от цены. Удовольствие от цены и ничего больше. Потому что все ломается, рано или поза, лампочки сгорают, термоприборы тоже туда отваливаются. Это нормальное явление. Только вы должны понимать, что когда все это дело случилось, вам достаточно просто съездить на вокзальную 5, либо на комсомольскую 17 в электросилу и все это дело купить. И по цене это будет то, что должно быть. Недорого и вкусно.